Всем привет! Вы на канале Фордмак и Сумочкин, ребята! Да, больше Сумочкина. Хороших, качественных, классных обзоров, которые я, чёрт подели, полюбил и даже иногда некоторые посматриваю лично для себя, потому что настолько они хороши. Ах, и на очереди у нас четвёртый ФНАФ. Многие считают её отличной игрой, многие считают её так себе игрой. Я где-то посередине, но давайте же узнаем мнение Сумочкина, что же нам поведает о четвёртой части, всё-таки после третьей и её довольно неоднозначных решений. Кто-то пойдёт по одному пути, кто-то решит изменить полностью всю концепцию, но давайте же реально послушаем, что же нам скажет Сумкарь. И да, это уже было, мне об этом говорили. Кто такая нахрен ракообразная? Кто? В комментариях мне писали разные вещи. Кто-то мне говорит, что это его девушка, кто-то говорит, что это его сестра, кто-то вообще его подруга. Ребят, просветите меня нахрен, пожалуйста, к тем, кто шарит. Я просто в недоумении. Даже ничего больше не буду говорить, просто поехали. Третья часть франшизы Five Nights at Freddy's не особо походила на финальную, как это обычно бывает. Она была неоднозначно встречна как критиками, так и игроками, и наверняка даже сам Скотт понимал, что где-то он свернул не туда. Поэтому нечто на завершении франшизы не заставило себя долго ждать, и уже спустя месяц после выхода «Многострадальной тройки» начали появляться тизеры «Загадочной четвёрки». Первым выступил Фредди, а точнее уже кошмарный Фредди, но об этом ещё никто не знал. Он держал в руки свою шляпу, а из его тела торчали ещё три маленькие головы Фредди, создавая тем самым совершенно новый пугающий образ аниматроника, навевающего злодеями ужастиков 80-х и Фредди Крюгером в частности. Он дополнял, например, ещё нечто, Карпентера. И дата Хэллоуин 15-го года, как позже окажется неверная, ибо сама игра выйдет намного раньше, в июле. С чего это так? Впоследствии Скотт отмахнётся, хэллоуинская дата была для хэллоуинского ивента в игре, хотя все мы прекрасно понимаем, что это не так, и кое-кому было просто не втерпёшь сделать и выпустить игру. Последующие тизеры уже имели более конкретную суть, нежели просто показ персонажа, и все как один спрашивали у зрителя, был ли это я, а может быть я? Дополняя всё это цифрами 8 и 7, скрывающимися в коде сайта, люди быстро смекнули, что речь идёт именно о знаменитом Укусе 87, и что новая, и, наверное, последняя часть, наконец, откроет завесу этой тайны. Так надеялся и я. Произошло ли это на самом деле, узнаем в данном ролике. С вами Сумочкин, а это обзор... Five Nights at Freddy's 4. Ух, yes! Ух, отлично, мурашки пошли, это прям то, что надо на обзоре хорроров от Сумочкина. Сюжетец. Что же у нас там по сюжету? Игра открывается предостерегающей надписью, что осталось 5 дней до вечеринки. И спустя каждую ночь дней остаётся всё меньше и меньше. Что логично. На фоне играет утробный депрессивный эмбит, который то и дело разбавляется противным смехом. Мы управляем плачащим мальчиком, над которым при любом удобном случае издевается его брат. Пользуясь страхом ребёнка перед аниматрониками. Вот же ж козли. Он слугает его, выскакивая с криком, напялив маску Фокси. Запирает его в своей комнате и даже в тех помещениях с запчастями устрашающих машин. И постоянно над ним смеётся. Честно, это... Типа, реально, это ж... Блин, ребёнку детскую травму можно оставить. Своими белыми глазами точками. Где бы ни был мальчик, там будет Фредбер. Будь то его комната, пиццерия или даже улица. Однако сам он ничего сделать не может, а только наблюдает, как брат мальчик... Пугает его из-под кровати. Выпрыгивает из-за телевизора. И, конечно же, прикола ради, тащит его со своими дружками на его же дне рождения прямо в пасть железному Фредберу. Пока тот из-за попадания в механизм влаги в виде слёз... Ну чё, доигрались? Брат извиняет его и содеянно, но уже слишком поздно. Игрушечные Фредди, Бонни, Чика и Фокси говорят, что они его друзья. И они всё ещё здесь. В то время как игрушечный Фредбер говорит, что соберёт мальчика воедино. Все исчезают. По одному лишь факту наличия всех этих катсцен и выстраивающегося из них сюжета, можно понять, что это была последняя часть. Скотт устал играть во все эти секреты и подсказки, а потом выложил всё на блюде самым прямым способом. И... Большим и гробким инцидентом, невзбестившимся одержимым роботом, а всего лишь неудачной шуткой пустоголового, вечно хохочащего братца, которому теперь уже не до смеха. Какой уж тут смех. Братца-то... Больше нет. Самых первых секунд стоит вам только попасть в менюках. Я реально не понимаю, неужели людям так нравится доводить детей до травм? Я вам её дать послушать не могу. Садисты, чёрт. Но того, что есть, уже достаточно. Хотя ладно, это слишком наивно звучало. Как растущий гул опасности, что приближается прямо к вашему дому. И так оно и есть. Ведь присмотревшись получше к кустам, вы поймёте, что это вовсе не кусты, а чудовища, что затаились в ночи, прямо рядом с вами. Безумно обожаю это изображение. Оно идеально выдерживает тон и атмосферу всей игры. Атмосферу ночного кошмара, затаившегося ужаса и тварей, что подползает к вам все ближайшие геймплеи. Очень напоминает самые первые части «Лунца Дарка». В самом доме и геймплей, и амбиент не представляют из себя что-то особенное. Достаточно утробный, позволяющий отразить погружённый во тьму ночи дом. Ну и не шибко запоминающийся, как с первой частью или второй. Поэтому, амбиент дополняют, ну или точнее скрашивают, звуки ночного дома. Старинные часы. Вот честно говоря, я почему-то пипец боюсь вот этого звука старых часов. Не знаю, почему он меня напрягает. Звука телефонных помех, еще и рации. И смех кошмарной твари в коридоре. Давай. Геймплей четвёртой части. Отлично. Очко заиграло новыми красками и засвистело. Это хорошо. Ходьба аниматроников. Их дыхание и адский смех, которого так не хватало со времён ФНАФ 1. Если выбирать победителя, то Фрэдбер без разговоров занимает первое место. Его смех чрезвычайно низкий, протяжный. И опять же, да, всё-таки слышится что-то записано, именно смех ребёнка. И что самое главное, если Фрэдбер был несколько грустный и меланхоличный, и его понять можно было, то у Фрэдбера наоборот, насмешливый, издевательский, играющий смех. Такой, что вы ни за что не хотите видеть его в своём коридоре. А вы увидите. Ух, ну по графике тут на самом деле всё очень даже неплохо. Показательно, что для своей последней части Скотт решил избавиться от локаций пиццерии и ей подобных, и вместо неё погрузить игрока в более спокойные и понятные стены дома. Вашего дома и вашей комнаты. Но всё равно оставил некоторые детали, тот же вентилятор. Нет больше никаких аттракционов ужаса или сумасшедших пиццерий с их электричеством. Есть только вы, ваш дом, ваша комната, игрушки, шкафчик и монстры. На мой взгляд, именно благодаря средней аниматроники работают. Самых дизайн в отрыве от игры не сказать, что прямо устрашающий, скорее карикатурный. Будто вылезший из самых глубиночных кошмаров. Кошмаров поражённого ребёнка. И именно таких чудищ ребёнок ни в коем случае не хочет видеть у себя дома, прячущимися в тени. Я бы испугался, если бы видел такую херовину у себя. В вашего дома весьма... А лучше бы вызвал полицию? Верно. А потому эффект, когда в самом обычном месте появляется нечто, работает по максимуму. Здесь, наконец, начала работать анимация, что Скотт пытался ввести в третьей части. Но если там это выглядело нелепо, ибо всё происходило у вас под носом, то тут... Есть в этом что-то из разряда Unnevering Images. Или же напрягающие образы. Как огромная махина. Робот из больных фантазий, что вы видите в бредовом сну болезни. Просто уходит за угол в темноту. Подальше от вашего фонаря. И это работает. Самое-то страшное, когда вы в темноте видите что-то мельком, и ваше воображение рисует. Это самое страшное. Возвышаясь над вами своей тушей. Вы не знаете, что вы видели. Да, известно, что пугает то, чего не видно, что скрывается в темноте. Но есть и обратная сторона. Пугает то, что приближается к вам прямо вплотную, и в застывшей позе ждёт ваших действий. Но даже не это главное в образе Фредгора, а его размер. Каждый кадр, благодаря его гигантскому росту, становится ужасающим. Ещё эти зубы, блин, даже глаза. Огромная голова, лежащая у вас на кровати, или она же выглядывающая из шкафа. То, как он стоит в коридоре, при этом само чудовище еле помещается в нём под самый потолок. Но страшнее всего то, когда он подходит вплотную. Это, это действительно выглядит как кошмар. Тут уж реально прям мурашки и поповну пищу. Впрочем, сам кошмар так себе. Это тот же Фредберр, только прозрачный. И вы видите его скелет и зачем-то мозги. Ну, окей, наверное, это страшно. Мозги. Наверное, в престоле нескоро тут не будет всех пугать. Как бы то ни было, мозги... В темноте вот только глаза видят, да, вот это страшнее. ...чтобы запоминать тактики, последовательность действий противников и прочее. Всё, что от вас требует игра, это ваш слух и реакция. О, хелло, да. Блин. Этот старый ВХСный фильтр ещё есть, такой жутковатый. Атмосфера и плюс белый шум. Делают своё дело. Вы управляете мальчиком, что обороняется от монстра в своей комнате. У вас есть фонарик, который способен их отпугивать, и вы можете сделать следующее. Подбежать либо к правой, либо к левой двери, приоткрыть её и послушать, есть ли там кто. Услышав характерное... Закрыть дверь и дождаться, пока монстр уйдёт. Ежели он ушёл, добиваете его фонарём и идёте дальше. Подбежать вы также можете к своему шкафу, в котором поначалу ничего нет, но если вы замешкаетесь и пропустите фокси, то тот из-за медленно обоснуется в нём, как заправский Гарри Поттер. И её, собственно, станет новой болью в заднице, ибо теперь и его нужно чекать. Связите на нём фонарём, закрывайте дверь, и с каждым разом его через В уменьшается, и тот предстаёт к вам в образе... Ты игрушка делала. Последнее, что вы должны делать, это оборачиваться на кровати и обвинять мини-фреддиков, похожих на зубастиков из одноимённого фильма. Потому что если этого не делать, то они соберутся в единого Пауэлл Рейнджера Супер Фредди Гандама, ну и сожрут вас. Невооружённым взглядом виден жирнющий омаж в сторону первой части. Двери по бокам, слева приходит Бонни, справа Чика, а посередине вы должны пасти Фокси. Фредди разве что не вписывается, но такое ощущение, что и самому Скотта было глубоко на него уже на сладу. Five Nights at Freddy's, ха-ха-ха. И я не перестаю удивляться балому полёта фантазии Скотта. Он придумывает ту же механику, только чуть по-другому и более нагруженную и комплексную. Потом он придумывает что-то совершенно новое, и пусть не особо получилось, но за старание тоже плюс, как говорится. И вот он делает геймплей схожий с первой игрой. Казалось бы, идеи иссякли, но как бы не так. Потому что одну и ту же вещь можно подать по-разному, а в случае Скотта подать пострашнее. Ведь в первой части у вас были двери. И не просто двери, а железные громкие двери, за которыми вы были как за каменной стеной. Тут же двери по умолчанию всегда открыты, и если кто-то захочет, он непременно попадёт внутрь. Чувство безопасности и того, что вы можете где-то спрятаться, как-то защититься, нет и в помине. На самом деле обидно, что мало таких игр, в которых дом, моя крепость, правила, оно не работает. И это далеко не как в первой части. Даже в вашем доме вам страшно. ...поблюдение за Фокси, за Светом, ну и поехали. Здесь вы натурально выживаете и боретесь за свою жизнь, на всех парах мчасть от одной двери к другой отгоняет себя чудищ, постоянно вслушиваясь в их передвижение. А вишенкой на торте становятся эти самые контратаки. В первом ФНАФе вам стоило только включить свет, и вы сразу же понимали, есть у вас в коридоре кто или нет. Да, появляющаяся из ниоткуда фигура нагоняет жути, но при этом она находится далеко от вас. У вас есть время и пространство для манёвра, но в четвёртой... В четвёртой вы должны буквально открыть дверь и взглянуть в темноту. ...дабы понять, есть ли там кто, и только после того, как вы поймёте, что есть, только тогда вы сможете её закрыть и отвадить неприятеля. И объяснять-то не стоит, насколько это в разы страшнее и напряжённее по сравнению с первой частью. Смотреть прямо в темноту коридора, в которой может таиться всё, что угодно, и под конец ещё и рискованно посвятить в неё фонариком. А вот меняется геймплей кардинально с приходом Фрэнбера. Теперь вместо всех хошмаров только он один. Он может быть и слева, и справа, и в чулане, и на кровати. И начинается натуральная гонка. Я просто поражён тем, что Скотт умудрился в рамках одной игры поменять правила с ног на голову, но при этом суть оставить прежней. Вы также должны слушать, также занять его другую фонариком, но делать это надо вдвойне быстрее и куда более внимательнее. Одна ошибка, неправильное действие или долгое свечение фонаря. И вы кормите медведя. Когда я и почти половина всех игроков жаловались на убогий скример третьей части, Скотт слушал и записывал. Звук хорош, очень хорош. Один из лучших в серии Напальма первенства для меня всё ещё занимает звук из второй. Он просто более громкий и бешеный. В четвёрке же он более грубый и грозный. Будто на вас напал дикий медведь, и он делает своё дело. Сами скримеры тоже хороши. Они быстрые, стараются лететь вам в лицо, а сама анимация довольно плавная. Проблема тут в том, что пугает скорее не они сами, а тот саспенс, что наращивает геймплей. Ну это реально хорошо, когда постепенно саспенс нарастает, нарастает, нарастает и доводит, так сказать, до точки кипения, когда вы уже понимаете, всё. Обратно пути нет. Вот это самое идеальное в хорроре. То есть всё, вы сами уже понимаете, что вам жопа, но вы хотите увидеть, что с вами... Ну, тут хотя бы стараются напугать, и иногда получается. Но что нахрен вот это такое, я до сих пор не пойму. По-моему, по-моему, Скотта до сих пор не отпускает призраки его прошлых игр. Ибо он так и норовит вставить какую-нибудь мини-игру, совершенно не к месту, и зачастую дерьмовую. И ладно, там сюжетные мини-игры, они хотя бы раскрывают лор. Ну, так себе на самом деле, ибо над ними всё ещё гадают, ломают голову, ну хотя бы так. Но всё равно... Вот вообще не хотел материться, но вот что это, блядь, какой ещё в жопу Плюштрап? Со стороны Скотта, разработчика, я понимаю, в чём прикол. Типа, вы же знаете с Фрингтрапа, ну, того вонюченького, да? Вот, теперь сделаем из него маркетинговую игрушку и поместим в мини-игры. Круто. Дело сделано. С трупом мужика в костюме. Тех, что любят копаться в лоре и подсказать в мелочах, как это выглядит-то? Хотя сейчас продаются плюшевые игрушки из Сена Гавоу. Когда ещё даже не было никакой Фредди Пиццы, откуда-то появляется игрушка, сука. Я не могу это читать. Игрушка-убийца из будущего в его гнилом костюме обгаженного гована. Ну, вы понимаете, что это бред, ёбаный. Засуете игрушку. Ну, хоть кого угодно из банды Фредди, Фокси и так далее. И всё было бы нормально. Они существуют в это время, но откуда? Откуда, блядь, взялась игрушка? Не просто аниматроника, а именно, что дохлого аниматроника мужика-убийца в костюме весенняя свежесть. И чтоб вы потом... Эээ, сумкарь, ну чё ты душно такое? Это просто мини-игра, фан-сервис, ну кипишуй. Так он же есть в сюжете. Плюш-трап. Плюш-трап. И это надо было ещё додуматься. Додуматься до такого имени. Да, да, вы не слышите, а это уже был звоночек, что Скотт сделает с персонажами. Вы думаете, это только вы смотрите на все эти прекрасные радужные арты, где аниматроники все такие красивые и фури? Нифига! Скотт тоже их смотрит, и ему они так понравились, что он забил нахуй на то, чтобы дальше делать персонажей страшными. И сначала он выкатил плюш-трапа, как игрушечный аминомер, в версию одного из своих самых ужасающих монстров-маньяков. А потом он выкатил ФНАФ Ворлд из Секьюрити Бридж. Бл***, ну какая же это хуйня? Да, стоило только Спрингтрапу появиться в игре, как у меня снова подгорело, простите. Сейчас я потушу музей ужасов, и мы перейдём к выводу. Вывод тут печальный. Четвёртый ФНАФ, как завершение франшизы, это идеальная игра. Сам геймплей в ней, это огромная отсылка на первый час. То, с чего всё началось, но теперь ещё страшнее и напряжённее. Графика стала лучше и реалистичнее, анимации хороши, музыка великолепна, идеально настраивает тон игры. И ещё куча, куча всего. Но минус-то знаете какой? А игра не стала финальной. Она позиционировалась как финальной, называлась как финальной. В ней самая понятная сюжетная линия из всех частей, казалось бы, всё. Но продажи и бешеная популярность сказали обратно. И скот отринут в сторону все свои планы и творческие начинания и таинственный сундук. Просто пошёл по дороге выкачивания всех соков из франшизы и её фанатов, не остановившись до сих пор. Сначала вышла Систра Локейшн с интересной идеей, новая пиццерия, новые монстры. Но абсолютно никакущей реализации, полностью оторванным от реальности сюжетом и роботов с двойными лицами, пи***я. Это вообще не понятно, махки на ботер. Да, да, конечно, давайте поведём своего ребёнка в заведение, где роботы могут смелиться, раздвигать. Это же так весело, вообще не страшно. Я, конечно, понимаю, что аниматроники, они как бы должны нас пугать, как игроков. Но при этом надо не забывать о том, что они как бы существуют ещё и в мире игры, где они должны представлять собой роботов, что веселят детей. В первой части это работало, во второй ещё больше работало. Но в Систер Локейшн это просто какой-то бред. Это, кстати, знаете, Фредди в мире киперпанка. Затем что-то поехало ещё дальше, и пиццерия-симулятор стала просто одним огромным набором мини-игр. А визуальная составляющая деградировала до уровня ранних игр Скотта, над которыми все смеялись, и из которого франшиза внов вообще появилась. А зачем заморачиваться? Шутка. Листок бумаги и пяленя в вентиляцию с самыми пососными скримерами за всю историю. Бабло, пошёл. И к чему стараться? Деньги-то всё равно потекут. О мой бог, как страшно. Говоря уже о просто отвратительнейшем дизайне персонажей, где Спрингтрап стал скрэп-трапом, а его внешний вид это Джимми Нейтрон. Ну и конечным пунктом шизы стало... Ну просто наотъебись. И нахер сделанная кастом Найт. В которой единственная забава, это включить всех роботов разом и сдохнуть от ведра. Визуал, дерьмо. Аудио, дерьмо. Анимации, анимации. Вроде где-то нормально. А где-то ужасно. Один в один отвратительный с землетрясом. Вот как ему было похуй. Ну и доходим до наших дней. Большая и амбициозная security breach с её геймплеем типичного инди-хорора из 2010 года. Наряду с дизайном персонажей, которые не страшны от слова... Совсем. Не х**я. Многие считают, что франшиза ФНАФ умерла, но как бы не так. Что именно с ней в данный момент происходит, показывает сам Скотт. В кастом Найт. Если вы сумеете пройти такую игру, включив вообще всех, то вам покажут вот это. Какие-то саун... Саунды из... Реально похоже на звуки из Silent Hill. Сэмплеры. Ты чё? Именно это и происходит. Золотой Фредди. Фредбер, который уже давным-давно должен был обрести покой, как и все оставшиеся души, всё ещё бьётся в конвульсиях. Хорошая металла. Хорошая металла. Началась на одном канале и закончилась на другом. Да, смешно получилось. На самом деле не особо смешно, скорее трагично. Как так можно? Словами не передать, насколько это тупая ситуация. Вроде бы современный мир, развитые страны, свобода слова и выбора. Это твитер. Это современная культура. Поддерживаешь не того, то тебя просто возьмут и отменят. Несмотря на всё, что ты для них сделал, они тебя возненавидят. Так зачем надрываться за тем, что так правильно? Кстати говоря, это фраза работающая в 2001 году с полковочкой в 2002. Скотт решил долго не сопротивляться, а просто уйти с миром на пенсию, отдав франшизу в руки кому-нибудь другому. Скорее всего своему преемнику. Кто он, неизвестно. Хоть всё это и грустно звучит, но я считаю, что это даже к лучшему. Скотт наконец может уделить время своей семье и детям, а франшиза наконец получит второе дыхание. Мы часто ругали и критиковали Скотта за неудачные решения и доение франшизы, и даже в этом ролике это было. Но сейчас я хочу забыть обо всём этом и запомнить только самое лучшее. Первые четыре игры. Они навсегда останутся в своём сердце и тёплых воспоминаниях. И именно за них, за счастливую новинность, за бессонные ночи, просмотры летсплеев и теорий, я хочу поблагодарить Скотта Коутона. Это было весело и местами страшно. Спасибо за всё. Спасибо за обгаженные штаны и кучу теорий. Ну а с вами был Сумочкин. И помните, когда основная серия скатывается к чёртовой матери, то, как правило, смотрят в сторону фанатов. Эх, вспоминаю фанбазу Андертейла. В году так в 18-19 какой же это был мусор? Полный трэш, когда люди ссорились за полной херни. Ух, чё, в конце-то будет, ведь ролик-то длится ещё целых 10 секунд. Там сейчас такое-то... Ну что ж, ребята, вот мы и выслушали Сумочкин по поводу четвёртого ФНАФа. И честно говоря, мне даже как-то жаль осознавать, что фанат, такой фанат как Сумочкин, человек, который реально любил эту серию, смотрит на франшизу сейчас и видит не то, что она закончилась на правильной ноте, а то, что она превратилась в большую такую дойную корову, которую продолжают и продолжают насиловать. Это обидно, потому что четвёртая часть, так подумать, реально была бы идеальным финалом, в которой множество точек были поставлены на дны. И всё было бы просто как надо. Но, как говорится, игры мутятся, лавэха крутятся. В любом случае, Сумочкину огромное спасибо за данный обзор, Эдиспект и аниматронный лайк. Реально, очень было приятно пройти через эту франшизу, узнать опять же о мнении Сумочкина. Но я пока что не гуглил остальные обзоры Сумочкина, так что я не знаю, делал ли он всё-таки на Систра Локейшн, остальные, потому что мало ли вдруг фанаты вынудили... На твою же налево, Скотт. Спасибо тебе, конечно, за все эти прекрасные игры, но зачем были остальные? Зачем?